всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня собираюсь приготовить нечто среднее между терином и настоящим паштетом в частиной оболочки помните у пушкина из стасбурга пирог нетленный это как раз такой паштет который готовился в частной оболочки потом в жестянках перевозился по всей европе и в россии тоже привозили и вот он продавали нетленный потому что длительного хранения начал процесс еще вчера купил в магазине почеревок с очень большим количеством местных прожилок вернее с очень небольшим количеством жировых прослоек нарезал его ломтями толщиной не больше сантиметра и засолил смесью поваренной и нитритной соли просалился почеревок в холодильнике а сегодня продолжу процесс для начала надо приготовить тесто мне проще сделать это при помощи кухонного комбайна но без проблем готовится и руками вообще никаких сложности нет масло холодная мука кукурузный крахмал соль и сахар пока все нужно пробить эту смесь пока не станет похожи на влажный песок это быстро увидите да и остальные ингредиенты яйцо вода белый уксус и перемешать и перемешать готова теперь нужно обнять сделать эдакий прямоугольник плоский чтобы быстрее остывал завернуть пищевую пленку и отправить вот прям в таком виде в холодильник примерно на часок пусть полежит и холодится я пока приготовлю все остальное лук много лука и нарубить его помельче скоро сливочное масло пусть топится этот лук надо хорошенько карамелизовать это позволит получить из него максимум сладости грибы у меня шампиньоны нарезать такими средними кубиками особенно мельчить не стоит отлично их отправлю к луку тогда когда весь луковый сок выкипит и лук уже начнет обжариваться видите сколько час сока вот пусть выкипает я займусь печенкой она у меня нарезана замачивается есть полчасика наверно уже холодной воде нужно нарезать чуть помельче я взял свиную но может взять и говяжью и куриную как и вам нравится то уберите супер и над бланшировать в подсоленной воде время бланширования примерно 35 минут если будете использовать куриную то ее можно не бланшировать а потушить будет даже пусть и тушить нужно практически до полной готовности пену конечно надо снимать обязательно пора грибы к луку отправлять они сейчас дадут сок потом этот сок выкипит и только тогда грибы начнут обжариваться делать нужно огне ниже среднего и чем сильнее вы обжариваете тем более яркий такой насыщенный вкус шампиньоны приобретают но естественно при этом очень важно не сжечь ни лук ни грибы следить печенка стать уже пора вынимать и сразу же ее переложу в блендер если у вас такого нет ничего страшного может через мясорубку пропустить можно пару раз это сделать выбирайте самую мелкую решетку и все меня блендер есть сюда еще и сливки сразу отправлю измельчаю отлично этот этап в тоже завершён сразу переложу в чашу отлично так грибы у меня тоже в отличном состоянии надо добавить сюда коньячку и немного магии огня спирты выгорели аромат остался чудо так что тут с солью соль маловато я сейчас исправлю ну блин в принципе обалденное сочетание насыщенный вкус печенки грибы жадневкусные сладость лука сладость слива нежзатина такая прям супер вот так отлично и сюда же черного перца целиком чтоб потом в готовом паштете или в готовом терине он на зуб попадался целиком и взрывался такими вкусовыми бомбочками ну и с печеревком надо разобраться нарежу его брусочками и сюда его все начинка готова остается собрать и запечь кстати духовку уже пора включать 180 градусов верхний и нижний нагрев запекать буду металлической форме чтоб проще было готовый терин вынимать выстрелю форму бумагой для выпечки теперь с тестом разделю его на две части одну для верхушки для крышки вторую для нижней части и раскатать начинку сюда яйцо разболтать щепотки сахара и края смазать чтобы лучше приклеивалась крышка еще парочку отверстий для выхода пара ну и сверху тоже надо смазать для румяности прям с этими конусами буду выпекать только термометр надо ставить время выпечки примерно полтора часа почему полтора часа потому что реально время зависит от размеров от габаритов вашей формы теплота внутрь достаточно медленно проходит готов терин будет тогда когда температура в центре вашего терина достигнет 70 градусов плюс-минус 1 градус терин запекся и даже успел остыть до 40 градусов пока буду возиться он еще сильнее остынет но он еще не готов внутри есть пустоты их надо заполнить специальным желе которое сейчас приготовлю здесь у меня желатин его надо замочить вода и красный портвейн ну и соль немного совсем надо добиться полного растворения желатина похоже все все готово теперь точно готово терину нужно полностью остыть чтобы начинка застыла чтобы желе встало уберу его сейчас в холодильник на ночь пробовать будем завтра очень хочется уже посмотреть что-то получилось страшновато его вынимать и резать господи я правда был хорошим мальчиком пусть мне все получится скажу по секрету это уже второй терин первый при переворачивании и вынимании я уронил фотографию повешу так тесто было жирное соответственно бумага тоже промаслилась соответственно из-за жирного теста форма приклеилась ее надо наверное отогреть он и и тирин внутри достаточно жирный поэтому клейки поэтому я и но что же погрее чтобы резать теплым ножом Вот такая начиночка Видите, маловато налил Желе Здесь оно тоже должно быть Может было бы, наверное, сегодня с утра Вторую порцию удалить Но буду знать в следующий раз Если долго мучиться, что-нибудь получится Смотрите, какой кусман Здесь и кусочки панчетты, бекона Подчеревка И гриб И вот этот паштет замечательный Нежнейший паштет Классный Перчинка попалась Та самая вкусовая бомбочка, про которую я говорил Она сразу так ярко, как вспыхнула прям Обожаю Перец крупный В теплом этом самом паштете Так постепенно дает свою остроту Но так как он не молотый Он не очень сильно все вокруг себя делает острым А вот сама перчинка остается такой яркой Классно Слушайте Ну и тесто замечательно Рассыпчатое такое Значит, для следующего раза Я себе поставлю Запишу свой мулискин Что нужно дважды заливать Вот этим желе Портвейновым Очень классным Легкий аромат такой В первый раз пока горячее было И второй раз на следующее утро Когда Сам Террина сядет внутри Свободное пространство появится Вот Но будет лучше Тогда все в желе будет вообще замечательно Ммм Чудесная штука Чудесная И выглядит празднично И еще момент Как я сейчас понимаю Он достаточно тяжелый Для того, чтобы легче резался Меньше крошился При разрезании Форму нужно Меньшего размера То есть, чтобы вот этот Сечение Прямоугольник был поменьше Тогда все будет проще Мне так кажется Да, ну и конечно Нож надо греть Либо в пламени Если вы сможете Плитогазовая Либо просто в горячей воде Слушайте Классная штука Рекомендую Грибы крупнее Крупные кусочки Вы видите Они классные Если мелко будет Это будет просто грибной вкус А здесь еще консистенция присутствует Короче Однозначно рекомендую Огромное спасибо за компанию За лайки Дизлайки За репосты Начинка может быть любой Долю печени уменьшить Ну а долю других ингредиентов Увеличить Будет просто здорово Все И на этом Всем пока А я буду трескать Эту вкусняму Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok